Привет! Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. С вами Сойер, и сегодня мы займемся сборкой плагина для OBS из Исхони. Не просто сборкой, а решением проблем сборки. Сегодня я покажу, что не всегда собранный плагин будет работать и работать корректно. Но давайте начнем с того, что посмотрим на сам плагин. Это Advanced Scene Switcher, то есть переключатель сцен для OBS. Вот его GitHub репозиторий я уже открыл. Давайте теперь перейдем в раздел, где нам предлагается получить инструкции для сборки. Здесь идет все стандартно. Сначала нам нужно сделать клонирование репозитория. Давайте это и сделаем. И здесь нужно отметить одну важную штуку. Все дело в том, что вот сейчас в этой последней мастер-ветке те замечания, о которых я хочу рассказать, уже сделаны фиксы, да, то есть они исправлены. Поэтому нам придется откатиться на более старую версию этого репозитория, где были проблемы, связанные с конфигурированием сборки плагина. И эти проблемы, они проходили достаточно в скрытом таком режиме при сборке и вы вылазили только в момент, когда вы устанавливали плагин в OBS. Поэтому, да, сейчас мы должны будем откатиться на версию достаточно старую. Это начало этого, точнее, прошлого, 2021 года. Но вот для того, чтобы продемонстрировать, что может пойти не так и как с этим бороться, нам придется сделать такую штуку. И еще хочу отметить, что по-правильному всегда собирать проекты из релизных веток. То есть из того, что помечены релизом, еще и желательно стабильным релизом, и собирать всегда мастер с его текущих позиций, с верхней самого коммита неправильно. Но для нас, как для людей, которые хотят покопаться, поразбираться и все самостоятельно посмотреть, это вполне нормально. То есть для учебных, самообразовательных и просто для целей энтузиастов этого достаточно. Ну и на самом деле, если энтузиасты не будут смотреть мастер, последние репозитории, то многие ошибки не будут находиться. Это, в общем-то, смысл open-source, когда люди коллективно смотрят, комментируют и ищут проблемы. Ну вот у нас практически все уже здесь скачалось. Давайте теперь зайдем. Возьмем наш коммит, который нам нужен. И вот теперь будем работать с ним. Теперь возвращаемся в инструкцию. Смотрим, что следующее. Это, как мы уже сделали, зайти в CN-свитчер и сделать, создать директорию для билда. Одной командой мы это сделаем. Все. Отлично. Вот мы выполнили первый шаг. Теперь давайте посмотрим, что у нас там в инструкциях для сборки. Ну здесь достаточно простая развесистая команда. Здесь две зависимости. Одна это подключение библиотеки Frontend API, которая требует заголовочных файлов. Поэтому в две строки она подключается. Ну и то же самое насчет LibOBS. Сама библиотека плюс все заголовочные файлы, которые у нее есть. Давайте сейчас мы эту команду воспроизведем. Я уже подставил все пути, которые здесь нужны. Давайте здесь быстренько разберемся. Смотрите, значит, у меня OBS-студия, скачанная с GitHub, в прошлом видео мы делали сборку OBS. Она хранится в домашней директории GitHub OBS-студия. Вот я туда заголовочные файлы делаю первый путь. Второй путь это уже непосредственно сама библиотека собранная, которая хранится в портейбл, в BIN 64-bit LibOss. То же самое касается фронт-энда. Сами заголовочные файлы хранятся в том варианте OBS, который мы скачали с GitHub, библиотека хранится в собранном варианте. Все. Сделали CMake. Сделали Make. И давайте ускоримся. Отлично. Мы сделали сборку. Как вы видите, были небольшие ворнинги, но, как я уже говорил, ворнинги есть всегда. Все собралось. Давайте теперь скопируем наш собранный плагин, а это просто библиотека динамическая, в плагины OBS-портейбл. Здесь нужно отметить, что можно было бы сделать Make.Install, но у нас, помните, был префикс ASI-USR. Туда улетел этот плагин. Нам этого не надо. Нам нужно просто проверить работоспособность собранного плагина, поэтому сами вручную положим его куда надо. Теперь давайте пойдем в портейбл и запустим OBS. Запускаем OBS и смотрим, все ли у нас нормально с нашим плагином. И, по идее, должно быть ненормально. Вот. Значит, у нас используется вызов DLOpen, который пытается загрузить наш свитчер. И вот видите, давайте закроем OBS, чтобы нам было лучше видно. И вот видите, что у нас здесь идет ошибка. Так, вот она. Ошибка, что не определен символ, название символа. И, в принципе, здесь возникает много вопросов. Почему так? Здесь надо понимать, что если вы собирали программное обеспечение, то понимаете, что есть таблицы символов, которые, по сути, являются именами под программ, которые линкуются, размещаются в памяти, выполняются. И если имени нет, исполняемые под программы, то вот выдается как раз такая ошибка, что символ не определен. То есть, в данном случае, линковщик не понимает, куда слинковать вот этот символ. И это ситуация, которая говорит о том, что что-то в процессе сборки пошло не так. Хотя, вроде бы, сборка прошла нормально. Значит, для того, чтобы понять, что же там пошло не так, и у нас, так как есть исходные коды, мы сами их собираем, мы сейчас сдадим дополнительный ключ, который позволит нам, собственно, сделать одну важную штуку. Ну, давайте удалим build. Заново его создадим. Так, мы уже вбилдим. И дадим дополнительный ключик. Дополнительный ключик, который добавит флаг линковщику нашей библиотеки, запрещающий линковать неопределенные символы. Это выглядит следующим образом. Так, если я не ошибся, у нас собирается с помощью C++, поэтому мы должны не C-шние флаги, а C-X-Х флаги указать. Так, сделали. Теперь пробуем делать make. И вот сейчас нам должны выдаться сообщения об ошибках на этапе линковки, потому что проверка наличия символов будет делаться на этапе линковки. Посмотрите, у меня есть классное видео про линковку. Я там очень подробно все разобрал, как можно вручную все слинковать, все сделать и посмотреть все этапы линковки. И, к сожалению, ссылки я не гарантирую, что будут в описании. Если интересно, напишите комментарий, я поищу и добавлю ссылку. Но вообще, на канале это видео есть, можете просто поиском по каналу найти. Так, опять идет у нас сборка. Сборка не самый быстрый процесс, поэтому нужно набраться терпения. Даже вот такая небольшая, на самом деле, библиотека, небольшой плагин собирается достаточно длительное время. Ну что, у нас выдалось очень много разных ошибок. Давайте теперь посмотрим более внимательно. Ну, понятно, что это проблемы линковки. У нас идут как раз проблемы, связанные с линковкой разных символов. И надо смотреть на самое-самое начало. Но, в принципе, мне здесь уже есть предположение по тому, что вот он ругается на квиджет. Сейчас посмотрим, что там в самом начале. Да, вот смотрите. Первая самая проблема у нас возникает с квиджетов в Qt. И, скорее всего, если мы там покопаемся поглубже, то мы увидим, что у нас квиджетные артефакты, скажем так, вылазят постоянно. То есть это явно проблема, связанная с хоризовым символом библиотеки, опять же, квиджет, Qt. То есть это явно идет речь о графике, опять же, switch widget и о визуальном интерфейсе. А когда я вижу, что речь идет именно о Qt, сразу возникает мысль попробовать собрать это с флагом, позволяющий включить мета-объект компайлер. То есть при сборке под Qt-шной библиотеки это очень часто помогает, потому что объект компайлер, мета-объект компайлер, он добавляет по заголовочным файлам необходимый код, который нужен для сборки именно Qt-шных программ. Поэтому давайте попробуем просто вот сразу на скидку, опять же, мы говорим, зачем все это надо. Вот как раз из опыта мы понимаем, что это достаточно часто является решением проблем. Мы можем просто добавить сюда, вот это так, CMake automock. Так, о, да, то есть мы включаем мета-объект компайлер для того, чтобы просто посмотреть, будет ли у нас, уйдут ли ошибки, связанные с тем, что символы не определены. Да, то есть вот это то, что нам может помочь. Проверяем. Отлично, мы видим, что ошибок стало значительно меньше. Это значит, что действительно подключение мета-объект компайлера нам помогло. Но что же у нас здесь осталось? Мы видим, что есть wait-advanced-scene-switcher, который ругается на clock-wait. Ага, это еще одна достаточно тоже такая понятная проблема. И, в общем-то, здесь, я думаю, вы сразу нагуглите правильное решение. Здесь все дело в том, что в стандартную библиотеку OC-LIP не входит вот эта вот поддержка P-FRED. Да, то есть ей нужна отдельная библиотечка. И, скорее всего, здесь как раз в этом и проблема. Давайте добавим еще один флаг, который подключит для нас библиотеку. Ну, это все очень-очень просто. То есть просто в C-LIP не определено для этого символа, нет никакого определения. Так, делаем и запускаем make. Вот, я думаю, сейчас все должно уже собраться нормально. Смотрите, мы добавили проверку на undefined-symbols. И теперь проверка эта прошла успешно. Значит, все символы, которые у нас есть в этой библиотеке, в этой динамически подключаемой библиотеке, которая является плагином, они должны существовать. Проверяем теперь снова через копирование, все ли у нас окей. Давайте снова пойдем. OBS Portable, BIN64 бита, OBS. Так, вот сразу нам ругается Advanced Scene Switcher. Во-первых, он запустился, как минимум, что у него есть некая фраза про бэкап, да, то есть сохранить, видимо, конфигурацию в бэкап или нет. Тут нужно отметить, что мы скопировали только плагин без дата файлов, то есть у нас нет вот этих вот сообщений информационных, которые в дата файлах есть. И, по идее, если их добавить, то здесь должны появиться соответствующие подсказки. Наверное, речь идет о какой-то сохраненной конфигурации. Ну, по идее, мы уже видим, что, опять же, допустим, плагина у нас здесь нет нормального названия, идет заглушка, которая должна через дата файлы разворачиваться, да, разворачиваться в нормальные названия. Теперь, если мы посмотрим на историю, у нас есть, кстати, проблема с NVIDIA, но это понятно, потому что здесь не стоит в виртуалке никакой NVIDIA. Так, вот мы видим, что загрузился вполне себе успешно Advanced Scene Switcher. Единственное, что ругается у нас OBS на отсутствие дата файлов, которые мы уже видели, что их нет. Таким образом, мы собрали библиотеку, она работает, мы поняли, как разбираться с неопределенными символами. Вся проблема в данном случае в том, что плагины – это динамически линкуемые библиотеки, и, соответственно, в момент сборки компиляторы, точнее, линковщики не проверяют, есть символ в реальности или нет. Это на стадии загрузки линковки и библиотеки проверяется. И в данном случае, естественно, если мы более жесткие условия задаем при сборке и говорим, чтобы наличие символов проверялось, мы видим, что выходят ошибки и понимаем, как их править. Я надеюсь, вам было интересно смотреть, как собрать плагин, когда встречаются проблемы, какие вещи мы смотрим. Конечно же, если бы мы делали это без опыта и не знали, что у Qt есть вот этот мета-обжект-компайлер, пришлось бы покопаться, поискать на похожие ошибки, и это заняло бы какое-то время. И да, в конечном итоге вы все равно бы наткнулись на информацию о том, как собирать под Qt, потому что это известная частая проблема, которая просто требует небольшого исследования для ее устранения. Ну а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.